Работа спорится. Ларьки, которые несколько дней назад установили, теперь убирают. Оператор пляжа не учёл. Стоят НТО в нескольких метрах от здания нашего телеканала на мысе Хрустальном. В Рио губернатор Севастополя Михаил Развожаев приехал на вечерний эфир и удивлению и возмущению главы города не было предела. Разрешение на установку ларьков никто не давал. Контролированный демонтаж глава города поручил руководителю департамента городского хозяйства Евгению Горлову. У нас существует в городе процедура для того, чтобы размещать какие-либо объекты нестационарные торговые, либо размещение каких-то объектов в виде кафе. Это обязательно нужно пройти согласование комиссии при управлении потребительского рынка услуг. И после этого уже организовывать мероприятия по установке нестационарных торговых объектов в соответствии с архетипом, который утвержден у нас архитектуры. И после этого уже приступать к действиям. Данный оператор приступил к действиям ранее. Поручение губернатора было произвести демонтаж. К действиям оператор приступил слишком рано, поскольку поджимают сроки. Документы в управление потреб рынка отправили, но дождаться согласования забыли. Поспешили. С губерном мы согласовали, правильно? Да, да. А вот почему не дождались, собственно, отмашки? Ну, мы опять же не успеваем в связи с карантином по срокам. И не мы, а подрядчик наш, который это все исполняет. Он торопился к срокам. А какие сроки обозначены? Ну, у нас были сроки в мае. Должно все стоять уже. Не на камеру представители оператора пляжа объяснили. Всего лишь хотели примериться и посмотреть, как ларьки будут располагаться на территории. Якобы потом бы их демонтировали, чтобы установить снова после согласования комиссии. Но глава города ускорил этот процесс. А еще в рио губернатор остался недоволен благоустройством территории. Вот это просто недопустимо. Михаил Дмитриевич, это недоделанный вариант. Просто это еще полуфабрикат. Вот там тоже, правильно писали, надо было хотя бы отступ гранитный сделать и все. Мы сделали. Ну, какой? Мы сделали. Это обычная тротуарная плитка. Нет, там как раз мы отлили. Ну, это не выдержит ничего. Просто, к сожалению, мы еще до конца не сделали, чтобы показать, как все. Мы поменяли все балясины, которые здесь были металлические. Да, балясины я видел. Это ежедневно. Единственное, чего удалось пока. Михаил Развожаев поручил подрядной организации встретиться с арендаторами помещений, которые расположены на этой территории. С предпринимателями тоже необходимо согласовать сами работы. Тем не менее, пляж активно готовят к сезону. Уже появились новые ограды, теневые навесы, плитка. Правда, работа не всегда качественная. До начала пляжного сезона 15 июня еще есть время. Должна появиться необходимая инфраструктура – раздевалки, санузлы, лежаки, урны и лавочки. Затем начнется озеленение территории. А что касается ларьков, их появление зависит от решения городской комиссии. Светослав Данилов, Михаил Волобоев. Новости Севастополя.